Исход, глава 14. 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 И расступились воды. Исход, глава 14. 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 Исход, глава 15. в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица сестра Ааронова, в руки свои тимпан. И вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам перед ними, пойти Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вернуло в море. И повел Моисей и израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречена тому месту имя Мерра. И возроптал народ Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушать согласа Господа Бога твоего, и делать угодное перед очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я, Господь, Бог твой, целитель твой. И пришли в Елим. Там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Исход, глава шестнадцатая. И двинулись из Елима, и пришло всеобщество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало всеобщество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, ой, если бы мы умерли от руки Господне в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыто. Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба. И пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужен на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготавливает, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирает в прочие дни. И сказали Моисея и Аарон всему обществу сынов Израилевых, вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас? И сказал Моисей, узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыто. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. И сказал Моисей Аарону, скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте предлиться Господа, ибо он услышал ропот ваш. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря, я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрылись стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как инии на земле. И увидели сына Израилева и говорили друг другу, что это, ибо они знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сына Израилева, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра. И завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру каждый, сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гамора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И Моисей сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надо б напечь, пеките. И что надо б наварить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел им Моисей. И оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день, суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать, и не нашли. И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему он и дает в шестый день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя в доме своем. Никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израиля в хлебу тому имя Манна. Она была, как кориандровое семя, белое, вкусом же, как лепешка с медом. И сказал Моисей, вот что повелел Господь, наполните Манною гамор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда выявил вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону, возьми один сосуд золотой и положи в него полный гамор манны, и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон предковщегом в свидетельство для хранения, как повелел Господь Моисею. «Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской. А гамор ест десятая часть Ефы». Исход, глава 17. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Ниссин в путь свой по повелению Господню, и расположили станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». И укорял народ Моисея, и говорили, «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом Сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом, и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек место тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с амаликитянами в Рифадиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей сильных, и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сказал Иисус, как сказал ему Моисей, «И пошел сразиться с амаликитянами». А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалико и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник Господа, и нарек ему имя, «Иегова неси». Ибо сказал он, «Рука на престоле Господа, браню Господа против Амалика, из рода в род». Исход, глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную, и двух сынов ее есть, которых одному имя Герсам, потому что, говорил Моисей, я пришлет с земли чужой, а другому имя Елизер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. И пришел Иофор, тесть Моисеев, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею, «Я, тесть твой, Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». И Моисей вышел навстречу тестью своему, и поклонился ему, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестью своему о всем, что сделал Господь с фараоном, и со всеми египтянами за Израилем, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь из руки фараона, из руки египтян. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян, из руки фараона. И сказал Яофор, «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновы, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паще всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Яофор тесть Моисеев, все сожжения и жертвы Богу, и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ. И стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел Яофор тесть Моисея, все, что он делает с народом, и сказал, «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера?» И сказал Моисей тестью своему, «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю ему ставы Божии и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо это делаешь ты. Ты измучишь из себя и народ сей, который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, и я дам тебе совет. И будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам Божьим и законам его, и указывай им путь его, по которым они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри себе из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и письмоводителями. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тесте своего, и сделал все, что он говорил ему, и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками, и письмоводителями. И судили они народ во всякое время, о всех делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тесте своего, и он пошел в землю свою. Исход, глава девятнадцатая. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там с Таном в пустыне. И расположился там Израиль с Таном против горы. Моисей зашел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом во всех народах, ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу, объяви, и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И провели для народа черту со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громые молнии и густое облако над горою Синайскою. И трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана, в встретение Господу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее и в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не прорывался к Господу, видеть его не порывался, и чтобы не пали многие из него. Но священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом зайди ты и с тобой, Аарон, а священники и народ, да не порывается восходить к Господу, чтобы Господь не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Исход, глава двадцатая. И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря, Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить Его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои. А день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой пощил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею, так скажи дому и Яковлеву, и возвести сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе, сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои, мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Субтитры создавал DimaTorzok